Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Иларион Михайлович Прянишников. Русский художник, педагог, мастер жанровой живописи. Действительный член Императорской академии художеств. Один из членов учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Родился 20 марта 1840 года в селе Тимошово Боровского уезда в Калужской губернии в купеческой семье. С 10-летнего возраста жил в Москве в доме своего дяди Кузьмы Петровича Прянишникова. Уже в возрасте 12 лет он начал учиться в Московском училище живописи вояне и зодчества. Однако год спустя оставил его. После смерти дяди ему пришлось пойти на заработки мальчиком в чайную лавку. В 1856 году возобновил учебу. До 1866 учился у таких мастеров, как Сорокин, Зарянка, Макрицкий и Василий. Именно Васильев добился для талантливого ученика права на бесплатное обучение и предоставил ему жилье. Во время учебы Прянишников близко сошелся к первому. В 1857 году, когда Перов работал над картиной «Приезд Станового», Прянишников позировал ему для создания образа главного героя. В 1864 за картину «Чтение письма в мелочной лавке» был награжден малой серебряной медалью. В год окончания училища в 1865 за картину «Шутники. Гостиный двор в Москве» получил большую серебряную медаль и звание классного художника третьей степени. В конце 1869 года принял активное участие в создании «Товарищество передвижных художественных выставок». Дал члену-учредителям этой организации. Выставлялся почти на всех передвижных выставках. Во работах второй половины 1860-х, начало 1870-х годов Прянишников обращался к самым различным сторонам русского быта. Для нас, русские жанристов, Москва – это клад, говорим Прянишников. Тут и Гоголь, и Островский, и Тургенев, и Толстой – все собрано воедино. Смотри и наблюдай за нашей чисто русской жизнью. В русле критического реализма изображал убогие развлечения городского люда, страдания бездомных женщин, непосильный труд измученных женщин на работу. В 1870 году был удостоен звания классного художника первой степени. С начала 1870-х годов, в соответствии с общими тенденциями русской живописи, переходит ко все более многомерному изображению действительности. Его произведения стали отличаться от ранних большей композиционной цельностью и колористической насыщенностью. По единодушному мнению современников, картина «Порожники», которая экспонировалась на первой передвижной выставке в 1871 году, была признана новаторской, благодаря удачному соединению пейзажно-жанрового мотива. И это произведение было приобретено одним из коллекционеров задолго до открытия выставки. Третьяков, нарушив собственное правило не иметь повторений и копий в своем собрании, заказал художнику повторение картины. С 1873 года практически до конца жизни преподавал в Московском училище живописи, вояния и зодчества. Его ученики Архипов, Бакшеев, Богданов-Бельский, Жуковский, Иванов, Касатких, Корин, Королин, Лебедев, Малютин, Степанов и другие. Иллюстрировал повести Гоголя. Работал над росписями храма Христа Спасителя в Москве в 1875-1877 годах. Ездил на русский север, заболел туберкулезом, переселился в Крым, после этого все-таки возвратился в Москву, вновь преподавал в училище. В 1893 году был избран действительным членом Академии художеств. Скончался в Москве 12 марта 1894 года. Похоронен на кладбище Новоалексеевского монастыря в Москве. Могила утрачена. Вот так, вкратце, из Википедии о русском художнике-педагоге Илларионе Михайловиче Принишникове. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok